Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит. И мы продолжаем путешествовать и завоевывать мир Fallout 4. Что касается основного сюжета, он действительно пройден, как я выяснил. То есть, действительно, мы основной сюжет выполнили, но, похоже, можно еще немножко побродить, укрепить свои позиции, позиции нашей фракции, фракции Минитменов, или за кого вы там играете. В общем-то, как я понял, концовка у всех примерно одинаковая, то есть, там ничего не меняется абсолютно, за какую бы фракцию вы не проходили. Немножко конец другой, исход другой, меньше жертв, а не как у нас. Ну, так уж получилось, что теперь делать. Вот, и, собственно говоря, я думаю, что еще будут какие-то интересные несколько квестов. Там есть какой-то серебряный плащ. Тихо. Вот это тоже я хочу выполнить. Повоевать с Братством Стали, нагнуть их, нагнуть, у меня всяких сомнений. И сейчас, собственно говоря, я построил, обстрелять Придвин, я построил все необходимые батареи в нескольких, в пяти, да, получается. Да, я построил батарею в пяти точках, в пяти деревнях, в фермах, и в том числе одну в замке, у нас она уже была. И сейчас будет нагиб, да, посмотрим, что нас ждет. Так. Я думаю, еще несколько серий будет по фаллауту по-любому, надо будет интересные вещи тут нагнуть. Так, генерал, все поселения докладывают о готовности. По вашей команде мы начнем... Огонь, ребятишки, вперед! Да. Да, сэр. Вот именно, что да, сэр. Ты думаешь, мы действительно можем отбить от братья его аэршипа, потому что артиллерия? Где он? Вон он! Огонь, ребятишки! Все смотрите, как это делается. Давай, давай, я жду. Сейчас будет весело. Ну? Ребятишки, ну что там? Ну, вроде да. Я готов, я жду. Да. Готовьте все батареи и приготовиться к огню. Давай, давай, давай! Есть! Все, прикинг готов. Все, прикинг готов. Ну и кто же теперь безумен? Вот это офигеть. Престон в восторге. Выполнено. Уничтожить Придвен. Да, мы их уничтожили. Вот, собственно говоря. Жалко ли мне их, друзья? Ммм, сложно сказать. Вообще, ох, сука, они наступают. Я их не боюсь. Блин, я забыл, надо было пусковую установку что-то такое взять. У меня ничего нету, я забыл, где толстяк куда-то его посеял. Защитить замок. Так, ноль процентов. А, ща мы сделаем все, чего вы переживаете. На, еще пока они не долетели, да? Батарея огонь! Все, все, давайте, ребятишки. Давайте, давайте, давайте. Так. Вот. Огонь, огонь, ребята. Всем, всем, со всех сторон. Давайте, давайте, вы макете. Я вас верю. Ну, 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 ну. Да, блин, сильно слушай, не так просто будет. Ладно, это не так, это не институт эта фигня, мы их порвем. Вот так, все, эти готовы. Мы пока починим, если надо, что-то. А тут и чинить-то нечего, собственно говоря, они ничего не успевают. Нет, тихо, нет, нет, нет. А, вон оно как, да? Такой, значит, хитрый весь из себя. Я так тоже умнее. Вот так. Получи, гад. Ну, они сами на нас тогда напали. Че? Они нам все испортили, правильно? Они в свое время нам сильно все попортили. А теперь они хотят, типа, так, чтобы все, ничего подобного. Это будет нагиб, по-любому. Вот это бомбануло. Э, там мои турели стоят, ты куда падаешь? Гаденыши, блин. А, ну это понятно, это все, я уже нагнул, а ты уже ни о чем. Так. Они что, со всех сторон на нас нападают, что-то? Слышь, наглые, надо быстренько чинить наше все это дело. Блин, жопа. А, ну у меня хп много. Нормально, короче, это победа, ребят. Мы их сейчас победим, по-любому. Так. Это крит, деточка. Это шот, дедка, у вас омден, да? А-а-а. Готов. Так. Блин. Ну, они мощные, конечно. Наши турели, но справляются в целом, конечно, ничего. Но не так уж и просто даже для наших турелей это все выдерживать. Все-таки у нас турели дамажат не так сильно, они не самые мощные у нас, далеко не самые мощные. Можно покруче построить потом, лазерных много, вот это была бы сила. Но так тоже ничего, с этими тоже. Мне их просто много, за счет количества я все равно побеждаю. Они побеждают все-таки противника. Это нифига себе! Вы долго еще наступать на меня будете? Идите нафиг, вы задолбали, реально. Сука, они все взорвали. Давай, давай, давай. Живее! Ну, большая часть все-таки наших турелей всего этого нормально функционирует. Мы побеждаем. У нас должно получиться. Давай, 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 давай. Давай, давай, ребятки, ну можете, давайте, турельки мои, работайте. Все, противник только на той стороне остался. Здесь он полностью уничтожен. Так, надо быстренько выйти и посмотреть, что у нас. На 30% только мы замок защитили, да офигеть. Так. Давай, восстанавливайся. Не надо нагнуться, пожалуйста, ребятишки. Давайте, 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 могете же. Давай. Куда она улетела на штуру, я не могу понять. Что с ней случилось? Ладно. Ничего не поделаешь. Так. Чиню. Чиню. Блин, жопа, совсем сооружен. Чиню. Чиню. Честно, у нас вообще хватит на все это постоянно чинить? Должно, по идее, у нас много ресурсов было в прошлый раз. Так, здесь тоже, короче, наступает противник. Здесь тоже надо все восстанавливать. Скорее. А что с тобой? А мне не хватает, что ли? А, починить надо генератор. Все, нормально. Чиним. Чиним. Здесь все хорошо. Замечательно, ребят. Мы побеждаем. Мы побеждаем это братство стали. Все, им хана. Так. Очень непросто, честно говоря. Непросто, но не сказать, что ему очень так тяжело. Вот ему пофигу. У него ничего. Плащ, пистолетик. Он любых нагибает. Любых, по-моему, вообще. Этот таинственный незнакомец, это суперсила. Вообще непобедимый тип. Так, чиним. Давай, давай, все чиним. Живенько, ребятки, живенько. Так. Что-то они очень мощные какие-то. Что я думаю? Надо бы это. Где у меня? А, отлимливская дымовая шашка. Вот. Получите, гады. Вот так. Ща мы тут обстреляем нафиг все. С крупного калибра. Да. Вообще задница полная. Турели просто ломаются на раз-два. Ой-ой-ой. Да с чего это они так палят, эти гады? Понятно. Тут дальше война идет. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Я не согласен. У меня скоро так все ресурсы кончатся, блин. Да ничего, продержимся. Что, ребят, первый раз, что ли? Продержимся, конечно. Но он не может же вечно прям нагибать всех. Рано или поздно его тоже нагнут. Блин, они очень крепкие. Давай, критони. Есть, гад, получи. Блин, жопа. Я не сдамся. Мой замок, моя земля, сука. Хер вам, креокены и гранаты всех нагнут. Вот, вот это я понимаю. Вот это нагибчик пошел, качественный. Сейчас еще один заряд прилетит. Есть. Вот так, вот так и надо с вами. Ибо нефиг. Так. Восстановить. Все, восстановить. Что, тут нормально все? А, вот еще один негодник. Рыцарь братства. Сейчас я тебе покажу, блин, братства. Негодники. Да-да, вероломно на мой замок один раз уже нападали они. Но они нападали так чисто, прилетели неожиданно. Но их нагнуло, а там всего этот, ну вот давно это было еще, короче. Пару серий назад, еще до финала. Но чисто один корабль прилетел. И когда я по линии института шел, вы тоже ни с того ни с сего вмешались, хотя я вас не приглашал. И все испортили, гады. Могли бы не вмешиваться. Там мои терки были, свои дела. Надо было вообще ничего трогать. Скоты такие. Блин, еще один летит. Ладно, 70% защитили, 30% защитим, фигня. Давай. Давай, 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 давай. Есть, есть, все нормально. Сейчас мы это дело все обязательно, обязательно сможем. Ну, а эти нормальные, кстати, остальные у нас в порядке в полном. Нифига она жарит по нему. Давай, 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 давай. Так. Давайте, ребятки, восстанавливайтесь. Как только они здесь появятся, все, ханаем. Нифига у меня работает мое ПВО. Вот она, противовоздушная оборона. Армия нагиба. Армия нагиба нагибает. Да, детка, сейчас. Сука, на огороды не падай. Вот так. Полетел отсюда, вон. Ну, уродец хренов. Так. Нормально, нормально. Все, ребята, мы побеждаем. Мы побеждаем. Ханаем. Они там, конечно, когда-то высаживают. Ну, это все уже, знаете так. Это все мелочи. Так, ты сейчас получишь пилюлю. Причем крупную, я тебе сразу говорю. Да нет, блин, но... Давай. Ты смотри, какой крепкий. Критануло в голову, ему пофигу. Так. Ну-ка, где там у меня самое главное оружие на этой планете? Вот оно. Вот оно. Сейчас будет весело. Сейчас реально весело будет. Сейчас разжахнет, и все. Давай-давай-давай, ну где? Артиллерия, огонь! Я же жду. Давай-давай-давай-давай-давай. Пожалуйста, артиллерия. Где вы там, сука? 90% я защитил замок. Посредине наши эти пушки тоже нагнулись немного. Так, восстанавливаем. А, нет, с этой все нормально. Эту тоже чуть-чуть поднагнуло. Все, хорошо. Мы восстановили. Так, здесь... Да вы... Дайте мне выйти, тут, блин, одни обломки вокруг. Фига тут, реально, война идет, самая настоящая. Полный пипец. Так, я прошел. Все хорошо тут, да, вроде? Да, вроде нормально. Вроде вполне нечеток. Почти отбились мы уже. Но мы отобьемся по-любому, даже если сейчас что-то там, какие-то неожиданности, это мелочи. 10% это по-любому отбито, считайте. Так. Нет. Гады. Пожись, я промахнулся. Ладно. Будем туда их отгонять. Артиллерия? Ну где? Вообще там убило, что ли, всех? Нет, вроде. Ну где мой толстяк? Почему я его так... Нет, Мина, не надо. Криогенная граната. Вот этого они боятся, я заметил. Причем нехило так боятся. Да? А, нет, не криогенная, у меня же какая-то там другая была. Импульсная. Но импульсная-то на них плохо будет, она в основном на синтов хорошо действовала. Не, ничего, так нормально. Вот. Да, ничего, неплохо так вполне. Надо осколочную брать. Только не это, нам нужна не мина, нам граната нужна. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, так. Криогенная граната, осколочная мина, осколочной гранаты у нас больше нет, да? Ну что делать? Придется как-то так, да. Девочка, я же тебя, по-моему, помнишь, назначал вот сюда? Шевели помидорами своими. Вот. Не, что-то тормозит там. Ну ладно. Тормозишь, так тормозишь, сейчас тебя из-за тебя сделаешь. Так. Давай. Как-то вот на них слабо вообще лазер действует, на этих. Ну понятно, силовая броня, им все пофигу, они тут танки ходят, сволочи. Так, ребят, что делаем? Что делаем? Надо пойти какое-то вооружение взять нормальное. Эти остались, как бы они не победят по-любому, но их убивать сейчас так долго. Возьмем систему залп. Вот, что еще у нас тут есть? Больше, собственно говоря, тут, по-моему, ничего такого нет. Пусковую установку возьмем. Ну и нормально. Вот. Сейчас с помощью этого, я думаю, мы сможем с ними разобраться. Так, оружие. Возьмем систему залп, постреляем. Блин, у нас ядер нету, ладно. Залп обратно сразу кладем. Так. Где у нас пусковая установка там еще есть? Вот она. Где, да? Нет. Вот, счастливая пусковая установка. Да, нормально, 17-18 зарядов и того получается всего. Нормально, сейчас мы пару раз жахнем. И все будет замечательно. Так. Вот, 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 да. Что и требовалось доказать. А вы как хотели. Думали так прокатить своей силовой броне? Вот так вот. Это ручной противотанковый гранатомет, деточка. Ему пофигу на твою броню. Так. Давай. Есть. Вообще шикос. Нет, 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 нет. Давай, давай, давай. Критуй. Есть. Просто снесло нафиг. На нем брони не осталось. Видели? Ему всю броню снесло нафиг. Силовую. Он в одном каркасе ходит теперь. Ну, а это вот так добьет. Кстати, даже не я. Наверное, добью, а вот эти вот, да. Смогут они хоть одна. Не добить, как-то приключить. Наверное, нет, по-моему. Ничего они не смогут, я чувствую. Вот. Есть. 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 Это победа, деточка, да? Какие мы молодцы. Мы победили. Ребята, мы победили. Мы нагнули все-таки вратство стали. Ну, как нагнули. Это, наверное, остатки были. Я думаю, они больше ничего из себя не представляют. Мы нагнули их корабль. Мы нагнули большинство того, что у них было. И, собственно говоря, все замечательно. Получилось. Мы сбили Бридвин. Должен признать, я не был уверен, что это сработает. Минитмен это сила, да. Действительно сообща, но все по ключу, да. Верно. Сегодня мы это доказали. И все-таки, мне с трудом верится, что мы смогли одолеть братство. Да, фигня это все. Все их военные технологии оказались бессильны против жителей Содружества. Нам все нужно об этом сообщить. Если кому-то из поселений потребуется помощь, постарайся помогать всем. То есть, кто в этом нуждается. То есть, это все, что ты мне мог сегодня сказать, да? Больше никаких мыслей у тебя нет, умных? Похоже, нет. Так, значит, с братством встали, все, покончено. То есть, нет, не надо думать, что мы уничтожили весь орден. Они, на самом деле, очень большие по всем пустошам. И они, как вы помните, они прилетели сюда, в Бостон, да, получается. Бостон же у нас, по-моему, или что это у нас? Вот. Они прилетели с другой части. То есть, с других штатов Соединенных Штатов. Они не местные. Поэтому все пофигу. Они от этого не пострадают, по большому счету. Просто это наша земля, и нефиг сюда ссоваться. У нас свои тут законы. У нас тут все хорошо. Не надо нас трогать. Идите, занимайтесь своими делами. Где-нибудь там, в районе Нового Вегаса, не знаю, где-нибудь еще там, неважно где. Лос-Анджелеса, пофигу где. Сюда не надо ссоваться. У нас тут свои дела. Тихо, нет. И мы тут нагибаем, а не вы. Я считаю, что я прав. Так и надо. Тут мини-кмены правят бал. А не кто-нибудь. И только так и будет теперь. Мини-кмены правят всей местной округой. И так оно и будет во веки веков. Ну, не во веки веков, пока человечество нормальный дом себе не построит. А не вот это непонятно. Какие-то фракции, какие-то там туда-сюда. Когда не человечество должно восстать из пепла. В конце концов. Должно появиться государство. А основой государства будет, конечно же, конечно же, фракция минитменов, друзья. Это добрые люди. Это хорошие парни. Нет, некоторые моменты, конечно, не очень такие. Прямо получились гуманными. Особенно с подрывом этих. В институтах всего. Вместе с жителями. Но там просто я заступил. Нет, я не заступил, кстати. Да, помните? Я же сказал, что даже не заступил. Просто я опасался, что это будет предательством минитменов. Поэтому я решил никого не эвакуировать. Вот. И так оно и получилось. Я не хотел. Сука, на хрен с ними. Это я и хотел сказать. Что ж, здорово все. Счастье почему-то упало у людей. А почему счастье упало, интересно. Что тут, посевы то, что сбрили? Или что, я не могу понять. Да ладно, не важно это все. Все нормально будет. Так, ээээ, вот. Вот так, ибо нефиг. Надо обязательно генератор внутри квартир починить. Тут у нас, чтобы у нас везде электричество было. Что тут еще у нас? Тут повреждено? Нет, здесь все нормально. И это значит, что мы всегда должны быть готовы для следующего файта. Давайте вернемся к этому, люди. Не понял. Что ты хочешь? Мы показали им, что бывает с теми, кто нападает на нас. Дальше я сама разберусь, генерал. Вряд ли в ближайшее время кто-то еще резнет на нас напасть. Выполнено. Поговорить с Ронни Шоу. Ну, поговорил я, да. Дальше что? Во овечьей шкуре. Необязательно спасти Дэнни Салливана. Поговорить с мэром Макдонахом. Защитить замок. Выполнено. Мы защитили замок. Это была последняя оборона замка, что ли, или еще? Как это понимать? Кстати, интересно, какие у нас отношения с фракцией под названием Подземка. Фига там все пылает, упоредвина. Надо туда сходить, кстати. Зеленокожие, ферма, это понятно. Кантри-кроссик, серебряный плащ, сюжет века и пропавший патруль. Это где инопланетянин, да? Потом можно будет сходить. Разная психиатрическая больница, разведать местность, смотреть музей ведьм Салима. Смотреть зону боевых действий, прочитать объявление о розыске, отдать Шеффилду ядер колу. Я, пожалуй, наверное, еще пройду серебряный плащ. Очень интересное название, почему-то мне нравится. И Пайпер, сюжет века, это с этой возиться с... Как ее? С журналистом. Ну попробуем, вот эти два еще квеста попробуем, и потом будем ждать дополнения. А все остальные, по что-то мне как-то, либо не хочется, либо это не особо интересно. Тут насчет этого. Инопланетянина там никакого особо глубокого квеста нет, как вы сказали. Инопланетная пушка, которая так себе, вряд ли она будет интересна. Может, дополнение будет как третья часть отдельная с инопланетянами, но там бы я с удовольствием. Итак, подожди. В овечьей шкуре. Спасти Дэнни Салливана. Поговорить с мэром Макдонахом. Это на улице я слышал квест какой-то, видать, тоже такой тухленький. Так, давайте серебряный плащ пройдем, и может быть сюжет века с Пайпер. А сейчас мы куда направимся? Сейчас мы направимся... Где у нас Придвен, кстати? Он уничтожен, это я знаю, да. Но это ни о чем еще не говорит. Где он был-то вообще, его помните? Аэропорт, где у нас находится? Вот он, да. Да, аэропорт Бостона. Зачищено написано. Там нагнуло просто всех, да и все. Если честно, так оно так правильно говорится. Просто всех нагнуло. Интересно, он упал на знание аэропорта. То есть там никого не осталось, да? Ты точно хочешь пройтись по штабу Братства под ручку с синтом? Слушай, а что тебе не нравится? Братство нагнуто, все нагнуто. Да, вот он, дирижабль горящий. Ого, нифига тут. Не-не-не. Че? Я слышал какой-то крик. Там кто-то есть. А, так вы еще живые, что ли, суки? Да. А, доктор Ингрим, подожди. Можно было обсудить это? Гады. Я не, не... Мы же уже все вроде подрались. Все спокойно. Так, ты меня бесишь, сука. Я тебя сейчас убью. Ты че? Они живы еще, главное, некоторые. Вот, это крик, детка. Все нормально. Шлема нету, значит, пробьется легко. Так. Крышка, ядерная батарея, жетон, лазерный карабин. Да, короче, нихрена тут нету, этот... Ник, давай валите отсюда. Не хотел я их убивать, честно говоря. Хотел просто пришел пообщаться. Че? Как вообще? Нормально, может, че? Ну, короче, понятно. Все, туда можно не заходить. Хана. Хана все еще в квартире, и... Никаких шансов у них, собственно говоря, и не было. Им хана пришла. Так. Давай посмотрим, что это серебряный плащ. Где он находится? Что это вообще такое? Добрососедство это находится где-то? Интересно. Я, правда, удивлен очень. Я думал, что серий больше будет. Ну, там, не знаю. Серий 40 будет хотя бы. А мы че-то так быстро прошли. Правда, у нас и серии такие. Наверное, многие люди проходят, если проходят или прошли уже, они там и будут проходить серии за 40, а кто там и за 70. У нас серии тут идут по полтора часа, как художественный фильм каждая. Конечно, блин. Неудивительно. Так. Да, реально, если мои серии разбить надвое, так оно примерно и должно быть по уму, то и получается вовсе не... Сколько? 22-23 серии мы прошли, да? А получается там все почти под 50, наверное, будет. Извините. Добрососедство – жесть. Кражи, убийства и еще что похуже. Иногда бывает просто необходимо. Сбежать? В каком смысле? Ну, воспоминания ударятся, например. Одни благодарения 2071 года. Мама говорила, готовила огромную индейку, а потом мы все услышали серебряный плащ. Вы про серебряного плаща слушаете? Вот он нам и пригодится. Какой серебряный плащ? Ты о чем вообще? Он из радио-шоу. Я слышал все 419 серий. Еще праздничный выпуск. Он лучше. Лучше, чем Грогнок и Морской Дьявол вместе взятые. Да он сумасшедший. Вы слышали все серии, ни одной не пропускали? То есть, во время первого эфира, но как, последний... А, ну да, я же из прошлого. Давным-давно меня заморозили и разбудили совсем недавно. О, это удивительно. Вы прямо как Мистер Чудовичный из 83 серии. А, это как понять? Мистер Чудовичный? Кто такой Мистер Чудовичный? Он пещерный человек. Замерз в айсберге в доисторические времена. А когда его разморозили, он ожил. Смогли одолеть только плащ, чем Роской Дьявол. И вы столько проснулись. В нашем миру как... Сука. Извляя этот Кэззелл. Наконец-то стали восстанавливать то, что было разрушено. Может где-нибудь, например, Даймонд-Сити. Но здесь до этого не дошло. Кстати, у меня к вам вопрос. А что если бы серебряный савант существовал? В черном тренче, в мистящем. И я его собираюсь воплотить, чтобы сражаться с злодеями. Молодец. Да. Большинство вообще на все плевать. Я просто должен что-то делать. Я собрал свой собственный автомат. Он даже лучше, чем тот в шоу. Но чтобы получилось, мне нужно еще одно. Самая важная деталь. Настоящий костюм серебряного плаща. Один есть здесь, в Бостоне. Они сшили его для шоу. Ладно, я его достану. Я получу костюм для тебя. Да, я сделаю это. Хьюверс Комикс. Вот куда надо идти. Именно там вы его найдете. Что-то стряслось, что такое? Да нет, вроде все так. Просто мы с тобой уже давно путешествуем вместе, и мне подумалось, что мы не совсем в равных условиях. У меня было достаточно времени, как следует порыться в твоем грязном белье, а ты до сих пор ничего обо мне не знаешь. Я решу, что нужно исправить эту несправедливость. Так что, если хочешь что-то узнать про меня, спрашивай. Институт. Что ты помнишь об институте? Эти воспоминания очень туманные. Лишь изрека случаются проблески. В институте меня постоянно держали в изоляции. На протяжении многих лет, всем моим миром была одиночная камера испытаний, и за мной постоянно наблюдали. А в один прекрасный день я очнулся на поверхности. Вот и все. Взяли и вышвырнули вон. Ну что ж, добро пожаловать в дивный новый мир. Кто же ты? Кто же ты такой, Ник? Хороший вопрос. Я сам уже черт знает, сколько пытаюсь найти на него ответ. Я синт. Один из уникальных проектов института. Но в отличие от новых синтов, созданных с помощью биньо-билу инженерии, я механизм. Так что, на профпросмотр я хожу к механику, а не к доктору. Но воспоминания и, собственно, личность перешли ко мне от одного копа, который... Копа? Они просканировали его мозг и залили все его содержимое в мою программу. Понятия не имею, зачем они решили сделать робота-полицейского, а не математика или биоинженера. Понятия не имею. А может, это и к лучшему. Кто знает, вдруг институт не вышвырнул меня на свалку, и я бы сейчас похищал людей. Ну, да, действительно. Погоди, выходит, настоящий ник был еще из моего времени? Именно так. Поэтому, очутившись здесь первое время, я пребывал в полной растерянности. Я очнулся в мусорной куче, весь покоцанный, а в башке у меня крутилась мысль какого-то мужика, который уже 200 лет как помер. Так что, первую пару недель я был в некотором смятении. Тогда народ еще мало, что знал о синтах. Люди, которых я встречал, скорее просто остерегались меня, но не были откровенно враждебны. А вот детишки меня совсем не боялись. Первым, кто заговорил со мной с тех пор, как институт дал мне пинка под зал, был один пацаненок. Его звали Джим, если я ничего не путаю. Он целый час меня расспрашивал, рассматривал, трогал. Потом до народа нашло, что я не собираюсь никого не убивать, и вся округа пришла посмотреть на меня. Для них это было настоящее событие. Местный механик даже провел мой полный техосмотр и ничего с меня не взял. А вообще, они все относятся ко мне как к человеку. И с тех пор я тоже стараюсь не оставаться в долгу. Сейчас подобные отношения редко, когда встретишь, но ты, как мне кажется, как раз из таких. Собственно, потому-то я до сих пор и с тобой. Если делать людям добро, они платят добро. Меня так с детства учили. Полностью согласен. Наверное, тебе до смерти наскучило слушать про скелетов в моем шкафу. Пойдем уже. Ну что ж, давай, Ник, пойдем. Интересно, у него непростая история. Оказывается, мозги у него от копа были, а он не просто сам решил прикинуться. А ты все тут сидишь, работаешь, да? Работаешь, красотка. Молодец, молодец, девочка. Пойдем доставать костюм черного плаща. Точнее, серебряного плаща. Черный плащ, как там он там. Гроза всех. Я не помню, в детстве смотрел когда-то. Не в детстве, точнее, уже подростком был. Черный плащ. Сталинный сериал, кстати, наверное, до сих пор показывают. А может и нет, я не знаю. Мультсериал. Был когда-то такой. Черный плащ. Я думаю, до сих пор, наверное, есть какие-то серии. А может и нет, фиг его знает. Мода меняется. Так, серебряный плащ. И где же он есть, серебряный плащ, черный плащ? Где его найти? Где этот комикс, который надо найти? Я помню, что-то где-то в зоне боевых действий я раньше была. А, Хьюбери комикс. Да, я согласен. Посмотрим, что там в Хьюбери комикс. Поможем старику, вот этому Гулю, найти серебряный плащ. Потом пообщаемся немножко с Пайпер. Хотя Пайпер все знают, там с братьями. Пайпер можно не проходить. Посмотрим, как оно будет. Собственно говоря, по-настоящему интересных квестов, конечно, уже таких не будет. Чисто так побродить и все. Так что посмотрим. Может быть, даже сегодня и ограничимся, и будем ждать дополнения. Наверное, сегодняшнюю серию снимем, да. Насчет Пайпер не знаю. Там, в общем, все знают просто этот квест. Он популярный. Везде мы в интернете его показывают. То есть там не особо интересно. Тихо! Сюжет века, как я понял. Так. Не надо. Давай. Вот так вот, да. Че ты докрутишься? Сука. Блин, какие вы противные все-таки? Я вас терпеть не могу. Вот, в организм тебя. Вот так. Вот. Мне надо, чтобы нормальными гулями быть. Они дичают. Зачем они дичают, я не знаю. Как я понял, гули дичают каким-то случайным образом. Они, типа, как с ума сходят ни с того ни с сего. А так они вначале большинство нормальные. То есть не опасные совершенно. И это нагиб, да. Алюминиевая баночка, крышка, огнемет. Так. Жетон на метро. Дробовик, щетка для волос, золотые часы. Это нужная штука для... Не помню для чего, но для чего-то нужная. Так. Вот он, черный плащ. Где? Так. И где еще тут? И тебе в пердак зарядим. Вот. И третьему в пердачок, пока он не перевернул. Вот так. Есть, попал. Но толку от этого, правда, не очень много было. Мы все равно не убили его. Ага. Так. И ты вот у меня больше не встанешь. Давай, давай. Акшот, деточка, да. Вот так вот. Тихо. Все, Ник, мы с собой красавцы, мы все сделали. Легендарная броня какая-то кожаная. Так. Давай, давай. Все нормально. Не переживай, дружище. Все будет хорошо. Где оно? 5 метров еще выше. То есть нам теперь сюда надо куда-то двигаться, еще выше потом забираться, да? Получается как-то так, да. Так. Мадам. Хотя, не, мадам, это вроде мужик. Их вообще не поймешь, этих гули. Они, сука, такие страшные, бля. Пипец, все на одно лицо. Ага. Напоминает чем-то алкоголиков наших отечественных. Такие, знаете, уже капитально спившиеся бывают такие. Жалко, конечно, так оно происходит, но зато не с кем сравнить, сука. Так. Так. Ну, давай, давай, давай. Вот так вот. Ну, коголин, кстати, лечится, да. Редко, но лечится. У меня есть знакомые, которые кодировались и... Нормально, успешно. Один уже сколько там? У меня рос у них есть даже, вот. Один, который закодировался. Он пил всю свою жизнь, всю. И в 60 лет закодировался. Уже сколько ему сейчас? 64? Четыре? Четыре года он не пьет. Вообще не пьет человек. Давай. Вот так. Сука. Неуспех. Так. Выходим. Да задолбал ты. Иди нафиг отсюда, скотина. Какая же ты скотина. А я так и буду бегать, они к тебе расстреляют. Понял? Вот. И ты это заслужил, потому что ты не прав. Гадёны. Сейчас. Подожди. Зарядится у меня полностью в ад. Вот. И сейчас мы тебя в организм напуляем по самые помидорки. Получай. Вот так. Вот. Да ну гад. Ну иди нафиг. Вот. Достал меня, сука. Так. Вот. Вот он черный плащ. Тихо. Кубик рубик. Вот. Какие мы молодцы. Серебряный плащ. Мне интересно… Покажет что из этого получится… Я думаю что этот добрый человек, этот гулю… Он далеко не уйдёт. Ну есть у меня такое мнение почему-то… Что он… Да. Что его нагнут В чем очень стремительно Ну что он Один, для себя какой-то плащ Он говорит, у него какой-то автомат крутой Ну насчет автомата не знаю, может у него правда Крутое оружие, но тоже у меня как-то сомнения Автомат какой-нибудь там, Томпсона, знаете, такой Не очень, он дойдет до первого супер-мутанта И там уже все Там уже справедливость восторжествует Так, башку вот это О, хорошо Там-да-дам-дам Опаньки Вот, копейная кружечка Так Вот Пойдем в добрососедство и поговорим с этим Домным человеком, что он нам скажет, интересно Так Так А где тут? Вот здесь, да? Тихо Да Да Так Опаньки Это он Прямо как на плакатах Костюм самого серебряного плаща Теперь у меня есть и пушка, и все, что нужно На, держи Спустя столько лет серебряный плащ снова родился Но есть одна проблема Какая? Я просто не горжусь для роли серебряного плаща Я могу стать Рэтом Райхардом или его дворецким Джаром Блейком Поверь в себя, давай Не приедняйся Я знаю, кто должен его носить Вы готовы стать серебряным плащом? У вас есть прошлое? Нет Пошел-ка ты в задницу своим плащом Чтоб я в это говно одевался Я не прошу вас одеться в группу на Камбарбаром Но если передумаете, я буду здесь Хорошо Хорошо, я тебя понял Это, конечно, интересно очень Что ты мне предложил? Одеть Поменять свою броню на какой-то плащ Я сомневаюсь, что он нормальный Ну, может, какой-то нормальный такой средненький Но я... Не, не думаю Я вообще так не думаю Тем более, этот квест получается в самом начале, когда мы только игры Мы вышли, по-моему, в зону боевых действий И появилось это следовать по пути этого серебряного плаща и так далее То есть, разводил его это все Вот что я вам хочу сказать Полное разводил его Кстати, я посмотрел на ютубе В основном, большинство, кто проходил игру Они проходят ее за институт А я прошел за Минитменов Он такой молодец Можно было, конечно, еще пройти еще за кого-нибудь Что у нас там по квестах? В овечьей шкуре Ферма, сюжет Попавший патруль Ну, честно говоря, признаюсь Вот эти все второстепенные квесты Мне не особо интересны, друзья Не особо, потому что Мне было интересно бегать Качаться, строить свой замок Собственно говоря, он свою функцию выполнил Мы пережили два штурма Две мощных атаки А вы говорили Никто не будет меня атаковать Что за постава, ребят? Что за фигня? Там придут пару супер-мутантов Даже этот Дамир Дамир, ты меня чего не предупредил? Такой, говорит Мне максимум пять супер-мутантов приходили Ну ты, Дамир, вообще молодец Нагнуть решил старого речка Да Не, ну это шутка, конечно, все Все молодцы, все прикольно Вот Два штурма пережил наш замок Мы Прошли сюжетную линию Площа еще прошли Ну, скучный квест Как и большинство квестов Они здесь будут скучные Чуть-чуть поговорить Там, что-то подначить Что-то принести Убить То есть Очень и очень так будет Вот Поселение угрожает рейдеру Вы поняли Короче, пошел чистый песок Есть, наверняка, какие-то квесты Которые еще более-менее интересные Их можно посетить С кем-то Пообщаться Но Уже такого, конечно же Внутреннего Приподнятого Прямо вот Стремления идти вперед Не будет Потому что Самое интересное мы сделали Мы одолели институт Мы одолели Братство Стали Собственно говоря Мир практически полностью Принадлежит нам Да, именно так, друзья Поэтому Что теперь будет Теперь, я думаю Мы Откладываем Fallout Как говорится В долгий ящик Подводим итоги Сейчас я расскажу Что я думаю Об этой игре Будет прямо как обзор В этой серии у нас И Будем ждать дополнений То есть Это не конец Это не конец Потому что Для такой игры Я думаю Минимум Два Три А то Может Четыре Или пять Дополнений Будет Обычно Три Где-то Вот так Четыре Делают Будет интересно Пройдем их Там тоже Свой сюжет Они бывают И долгие То есть Будет очень здорово Я думаю Все Вот Что я могу сказать По поводу Fallout 4 Игра Мне понравилась Игра Такая Достаточно Здравая Здоровская Она действительно Классная Мне даже Понравилась В итоге В отличие Большинства Кто там Недовольный Что вот Зачем это строительство И так далее Нет Вы знаете Fallout 4 Очень подошло Строительство Я не знаю Почему Многим не нравится По моему Офигительно Очень так Необычно Действительно Но Оно Поверьте Оно того стоило Такие вещи Можно делать Что-нибудь построить Оборону Кого-нибудь Заманить Нагнуть Все это можно Все это здорово И Тем кому интересно У кого есть время Они могут Вообще Не знаю Годами зависать Что-то исследовать Строить Застраивать Все пусто Там качаться Не знаю До какого Там Семидесятого Уровня Вот Все это Можно Это делать И это Действительно Здорово По-своему Fallout удался Четвертый Действительно Удался Ребят Единственное Что Наверное Два момента Которых Меня В чем-то Может быть Расстроили Это странная Концовка Не то что Она странная Я посмотрел Другие концовки Мне было интересно Неужели это конец Да это конец Друзья Это конец Сюжета Мы его Прошли с вами Вчера Это конец То есть Ничего Колоссального Уже нету Все Показали Финальную заставку Игра пройдена Мы всех Нагнули Вот Конечно Как-то скомканно И какой-то Как-то вот Странно Да Хотя с другой стороны По-своему По-философски Война никогда Не качается Да Это действительно так Конец Конец Необычен По-своему Да И вообще Четвертый Фоллаут Получился Таким Знаете Не очень Похожим На Другие Фоллауты Не похожим На третий Не похожий На Вегас Не похожий На первую Вторую Даже Это другой Фоллаут Это именно Другой Фоллаут И Тем не менее Он неплох Он достойный Он заслуживает Нимания Он достойный Того Чтобы в него Играть И его Пройти Вот Второй момент Который мне Не понравился В игре Это очень много Песка Однообразного Песка Объясняю То есть Как-то вот Более сложные Какие-то Миссии Как-то вот Немножко Разнообразить Это вообще Тем все игры Страдают Это как бы Нельзя сказать Что это только Минус Фоллаута Это минус Там Безумного Макса Мы играли И так далее И там Большинство игр Вообще сегодня Песок Очень и очень Однообразный То есть Ты заранее идешь Ты знаешь Что сейчас будет Я знаю Что тут одно и то же Поселение Угрожает рейдеры Угрожают те Но можно было бы Как-то разнообразить Больше там Болотников Надо было Хотя бы Убивать там Еще какие-то вещи Ну как-то вот Очень однообразно Это конечно Минус Второстепенные квесты Вот эти песочные Они очень однообразные Даже то что сейчас Нам предлагают пройти Максимум Несколько диалогов Взаимодна Отношения между Персонажами И конечно же Песок Очень однообразен С другой стороны Кому нравится Просто бегать Качаться Таким Как бы Такой песок Подходит Но я думаю Что можно было бы Сделать и получше В остальном Что сказать По фоллауту Очень нетрадиционный Как я сказал Немножко странная Концовка Опять же Немножко расстраивает Но с другой стороны Это изюминка Этой игры Она нетипичная Она не похожая На многие другие Такой Своеобразный Самобытный сюжет Своеобразная Линия Своеобразный Конец В игре И в общем то Да Фоллаут Такой Как бы Не сказать что он Потрясает Эта концовка И так далее Он просто такой вот Необычный Необычный И Это круто Круто В наше время Когда все Просто Клепается Эти игры Каждый год Выходят Одни и те же сюжеты Там Голливудский боевик Блокбастер Такой же Конец В фоллауте Этого нет В фоллауте Все Сурово И конец Такой достаточно Суровый В общем Живем мы На суровой Пустоше Графика В игре Хорошая Конечно У меня высокие Настройки Это понятно Вот Графика В игре Хорошая Хорошая Я не могу Вообще Как-то Пожаловаться На графику Все прекрасно Все замечательно Конечно Можно было бы Сделать лучше И так далее Но вы должны понимать Что в наше время Прицел идет На консоли То есть И совершенно Другой движок И другую графику Не будут делать Для компьютера Поэтому Все чтобы Эти консоли Все тянули Поэтому Все разумно Все разумно Сделано Некоторые проседания ФПС В некоторых моментах Но в целом Ничего Минусы еще Один маленький Большое количество багов Просто фантастическое Просто А с терминалами Сука До сих пор не поправили Как вы так могли Вот Но в целом То впечатление Я прошел Fallout Что я могу сказать Мне Очень Понравилось Жаль Нету уже Такого Большого количества Интересных квестов Каких-то дополнительного сюжета Но вы многие знаете Когда проходишь Такую игру Тебе хочется Чтобы дальше И дальше было Вот Ну чтобы Чтобы было интересно И по сюжету И так далее Но ничего страшного Ждем дополнений Я надеюсь Что они будут масштабными Крупными Интересными И Если вам нравится Путешествовать В суровом Но по своему Прекрасном мире Fallout То Оставайтесь С нами Вступайте в нашу армию Нагибайте всех И Я думаю Уже достаточно скоро Как Выйдут дополнения Мы все это сделаем Ну и вообще Уже наверное Сегодня Завтра Мы снова Увидимся С вами Продолжение следует